Всем привет, с вами Роман Оскольников и сегодня мы поиграем в Mass Effect. Сегодня мы испробуем еще один новый класс. Всего у нас осталось два класса испробовать. Это Адепт и Страж. И сегодня мы испробуем, наверное, все-таки Стражи. Добро пожаловать в результатах вооруженных сил. Запрос доступа к засекреченной информации. Поключаемся к базе данных, как всегда. Устанавливается связь. Связь по защищенному каналу установлена. Так, новые данные. Так, наверное, мы сегодня поиграем за Стража. Страж умеет, так сказать, тяжелую бойню, поэтому, я думаю, нам надо создать мужского персонажа, потому что, все-таки, думаю, тяжелую броню, у него больше, как бы, бой будет таскать, поэтому создадим... Так, Джон, Джек у нас уже был тоже, Джон тоже был. Давайте создадим еще какого-нибудь, например... Джеймс. Пускай будет Джеймс. Внимание! Данные повреждены. Пожалуйста, восстановите свой профиль. Так, у вас есть... Так, кто же у нас будет? Каналь... Каналь... Так, колонист или землянин? Ну, давайте он будет колонист. Подтвердите психологический портрет. Безжалостный. Подтвердите военную специальность. Так, он у нас будет Стражем. А, только в легкую бойню. Ага, это специалисты обладают как технические, так и способности лучше военные полевые медики. Они также могут... А, адепт, кто у нас? Только легкую бойню. Так, солдат, инженер, разведчик у нас уже все были. А, вот, могут поднимать и метать тяжелые предметы. Ну, а давайте будем адептам, значит. Подтвердите внешние данные. Так, давайте выберем кого-нибудь другого. Так, давайте вот такой вот у нас будет. Теперь немного изменим. Так, что мы можем изменить? Нос, рот, волосы. Так. Бороду. Тогда это вот такая вот борода будет. Волосы. Какая у него прическа? Пускай он будет у нас... Лысый. Так, шрамы. Ну, в принципе, можно шрамы оставить. Восстановление профиля завершено. Так, а кто у нас тогда может тяжелую броню таскать? Хорошо. Личность идентифицирована. Итак, что же с Шепардом? Он вырос в колониях. Он знает, как нелегка бывает там жизнь. Его родители погибли при нападении работорговцев на Мендуар. На Тарфане он потерял почти все подразделение. Он выполняет поставленные задачи. Любой ценой. Такой ли человек нам нужен, чтобы защитить галактику? Только такой человек и сможет ее защитить. Я приму решение. Так, ну вот опять, собственно, я вернулся. По периметру все спокойно, кем-то. Так. Ну, а хоть пистолеты мы можем. Колонии сильно досталось, капитан. Повсюду враги. Надо смотреть в оба. А я всем видами оружия не могу пользоваться. Так, что у нас есть? Так, у нас есть деформация, наносит урон всем противникам и объектам. И бросок. Броню мы можем тоже таскать, только легкую, к сожалению. Так, ну давайте опять с пистолетом. А, кстати, давайте мы, наверное, посмотрим, что такое деформация. Так. Так, барьер качаем. Так, деформация что, увеличивает деталь? Так, длительность деформации до 8 секунд. Так, барьер. Прокачаем адепт. Надо было нам адепты качать. Может, стоит вернуться к Дженкинсу. Так, мы уходим. Не будем обращать внимание на Дженкинса. Противник в зоне видимости. Теряли бойца, да и ладно. Кстати, тоже будем играть, наверное, без шлема. Так, выглядим более эпично. Шепард, здесь несколько сгоревших зданий и много трупов. Я разведаю обстановку. Так, да, понятно. Постараюсь встретиться с вами у места раскопок. Так, давайте крупнокалиберный ствол возьмем для пистолета. Для брони мы возьмем улучшение. Интерфейс первой помощи. Так, давайте вот это. Он на подъем и бросок влияет. Так, барьеры у нас есть. Так, кто-то спалит подъемный бросок. А, кстати, может, стоит журнал прочитать? Так, обучение. Боевые действия. Эркост, граната. Тактические развития персонажа, снаряжение, броня, щиты, дефония, электроника, карта местности. Галактическая карта, диалоги, управление транспортом, сражение на маку, грузовой отсек. Обучение нам ничего не дает. Основное, тоже ничего особо полезного нет. Так, кто-то, 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 кто-то так давайте используем барьер посмотрим что он еще делает так я вам походу неправильно пользуюсь вас скорее всего надо рядом использовать с врагами так сержант эшли уильямс взвод 212 вы здесь главный сэр у нас здесь задание мне нужен рапорт немедленно да боже мы патрулировали периметр когда началась эта атака мы попытались послать сигнал бедствия но они отрезали всю связь с тех пор я постоянно сражаюсь за свою жизнь с кем вы знаете с кем мы имеем дело думаю это геты гетов не видели за пределами вуале уже почти 200 лет что они здесь делают наверное был нужен маяк место раскопок закрыто она затем холмом маяк должен быть там пошли с нами нам бы пригодилась ваша помощь уильямс так точно сэр пришло время расплатить пошли выходим так хорошо вот у нас есть улучшение для патрон давайте бронебоинге установить так что мы собственно делаем мы делаем бросок так давай вылечимся так дробовик нам особо не нужен раскопки проводили здесь тут был и маяк наверное его куда-то перенесли кто наши или гетто сложно сказать может быть мы разузнаем что-нибудь в лагере ученых мы теряем время идем дальше уильямс где находится лагерь он находится на этой горе за уступом так идем к лагерю значит да да я знаю то что быстро сохранения кстати давайте сделаем на всякий случай хорошо что он напомнил нам кстати вот давайте сейчас и спробуем пускай они к нам близко подойдут и я использую барьер так давайте сразу бросим гранату как они хотят давайте посмотрим что даст нам барьер барьер добавляет к вашим щитам делать их так биотический барьер который не поглощает урон но не защищает от атак поникающих через щиты а ну значит так хорошо так тут у нас ничего нет а кстати мы взяли броню для людей давайте посмотрим что у нас тут есть легкая броня и это опять скорпион ну ладно скорпион так скорпион скорпион так один у нас не может среднего вот ты можешь среднюю но давай вот эту одевать бюлянт одеваю тебя получше будет то есть это получше будет по ничем так нам необходимо вылечиться потому что я-то еще прожил у как-то вот кайден точно помрет это уже проверено он мне постоянно только так помирает дверь заперта включена система безопасности так конечно мою дверь сломает и это будет последний раз когда мы взломаем эту дверь сейчас мы попробуем еще один вариант ну точнее мы его вырубим закройте дверь пока они не вернулись вы в безопасности не волнуйтесь мы вас защитим спасибо теперь все будет хорошо похоже кроме нас никого не осталось вы доктор уоррен вы были главный на раскопках вы знаете что случилось с маяком сегодня утром его перевезли в космопорт мы с мануэлем остались здесь чтобы помочь свернуть лагерь когда началась атака пехотинцы сдерживали их чтобы мы смогли спрятаться они отдали свои жизни чтобы спасти нас никто не спасся время людей закончилось скоро здесь останутся только руины и трупы так я хочу узнать насчет вашего помощника а что случилось с вашим помощником мануэль блестящий ученый но он всегда был немного странным гений и безумие две стороны одной медали видеть будущее это безумие видеть что нас всех ждет гибель понимать что спасения нет надежды нет я не сошел с ума я единственный кто не сошел с ума после нападения я дала ему двойную дозу лекарства я могу вырубить его спокойной ночи мануэль вы не заткнете мне рот мой голос должен быть услышан ой боже мой что вы сделали капитан вам не кажется что это слишком нельзя же так просто бить людей да еще и по голове пусть лучше полежит он не в себе и мог подвергнуть вас опасности пусть отдохнет думаю вы правы к тому моменту когда он придет в себя лекарство уже подействует на суда уильямс введите нас в космопорт удачи капитан так знаете что давайте как крутые пускай у нас будет отряд крутых давайте все без шлемов будем ходить мы так выглядим более эпично мы выглядим как спектр они тоже вон без шлемов ходят я знаю то что я не умею пользоваться я вообще никаким оружием не умею пользоваться мне сказали я могу делать тяжелые предметы бросать но в итоге это мое задание как их бросать непонятно совет решил что тебе не повредит моя помощь я не ожидал встретить здесь гетов ситуация сложная спокойно у меня все под контролем так сколько раз его уже тут убивают что это такое там вдалеке это корабль так пользуемся считанием сразу то есть барьера создаем барьер так что мы можем сделать вот так нет давайте я про собственно забудем так что мы с тобой можем сделать деформации только так тебе снова нужна помощь давай вылечим тебя тут ничего не поделаешь кстати этот персонаж выглядит более эпично такой типов боевой какой то как будто он многое повидал ну и в общем то у него почему то нет очков героя вообще нет я думал хоть что тут останется ну ладно сейчас мы короче ему не прокачиваем ни устрашения ни обаяния так давайте адепты прокачаем так и сейчас мы собственно узнаем что будет если персонаж который не ну как бы не имеет убеждения так ну ладно у тебя это другое так сейчас подождите как это так который не умеет не имея обаяния попробуйте пользоваться как раз таки и посмотрим что будет а кстати мы мы отсюда видим то что вот они стоят пожалуйста не стреляйте мы выходим мы не вооружены все кончилось они ушли тут безопасно теперь все в порядке никто вас не тронет давайте карму положительную чуги работают они бы обязательно нас нашли если не вы нам всем крышка я все еще не могу поверить когда мы увидели корабль я подумала что это конец он появился перед нападением я сразу понял что тут что то не так и мы побежали прятаться до свидания мне пора идти эй коул мы всего лишь фермеры а они солдаты может быть отдать им все чтоб тебя блэйк учись держать свой гребаный рот на замке не люблю когда мне в руку если вы мне что то не договариваете одни ребята в космопорке промышляли контрабандой ничего особенного в обмен на часть выручки мы позволяли им хранить здесь товар контрабанда преступления оу ты нарушаешь закон да мы ведь никому не причиняем вреда черт я даже не знаю что в этих свертках я просто решил что нам это может пригодиться я нашел пистолет и подумал что это не что он может пригодиться если эти твари вернутся но вам наверно все это нужнее чем это все а понятно мы не можем выбирать эти варианты но очень жаль я хотел посмотреть что будет если ну ладно спасибо должно пригодиться выдвигаемся удачи так ну ладно раз мы дверь открыли давайте там тоже заберем я думал он типа какую нибудь фразу скажет и ему откажут а здесь вообще не физически невозможно это нажать заблокировано так почему я тогда раньше не пробовал тогда в таком случае что мы мы ничего сделать не сможем ну и все возможные варианты мы уже прибежали во первых мы мы вырубили вырубили того всеми разными способами которые сумасшедший был ученый потом что еще потом мы даже сказали ладно понятно капитан это найлус и потом я еще перезапустился ну в принципе уже всевозможные варианты мы прибежали тут других вариантов нет так ну ладно давайте тогда быстренько пройдем ты трус ты трус и это нам очень помогло огромное спасибо я да я я всего лишь работник дока у меня и пушки нет я пауэлл я видел что случилось с этим турянцем его убил другой турянец другой о чем черт тебя подери ты говоришь тут было два турянца ваш друг и еще один он называл его сареном похоже они знали друг друга ваш друг расслабился потерял бдительность и сарен замочил его выстрелил ему в спину хорошо еще меня не заметил а что с маяком нам сказали что в космопорт привезли протеанский маяк что с ним случилось он на другой платформе наверное туда и направился этот сарен запрыгнул на грузовой поезд сразу после того как прикончил вашего друга я знал что от этого маяка одни неприятности с тех пор как мы его нашли все пошло наперекосяк сначала этот корабль носитель потом нападение они убили всех всех если бы я не спрятался меня бы тоже кокнули пошли нам нужно найти маяк пока еще не поздно мы уходим садитесь на грузовой поезд то же самое сделал тот турианец я я не могу здесь оставаться я не могу на это смотреть так давайте щит используем он сейчас очень сильно мажет так вылечим потому что мы сейчас помрем так давайте снайперскую винтовку который мы вообще налога отпалим ну ладно снайперская винтовка вообще бесполезна так еще а мы больше не можем лечиться ну ладно давайте мы во первых щит используем у нас плохи дела так какие у вас способности есть так давай так у нас проблемы кайден сейчас помрет у нас так так тихо нет мы сделаем бросок у тебя так еще гранату ну ты так у нас у нас о мы можем лечиться что мы почти прошли и ты помер прям в конце сколько раз ты будешь помирать уже я тебе из команды выкину сразу после завершения этого места я буду выкинуться из команды так ладно я лечиться не буду потому что лечение нам еще потребуются как я знаю то что там стоит человек поэтому сразу же так кайден должен у нас совершить бросок на него ах ты что промазал это зашибись конечно да встань ты дурак давайте тогда я свяжу бросок я тут точно не так ты у нас держи позиции потому что мы так сейчас помрём так лечим так я сейчас помру да так ты должен совершить бросок вот а ну в принципе он уже помер соверши там в кого-нибудь бросок давай в него вот соверши чтобы меньше стволов чтобы меньше стволов было тихо то есть не бросок а деформация так что ж вы все ладно лечимся а у нас гранаты так все у нас гранаты закончились так мы собственно давайте мы свершим бросок вот в него я не померли и вы померли что 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 это было только что ну ладно хорошо то что вы выжили в последний момент я уже думал в последний момент померли а потом воскресли ну ладно сделаем вид то что я не видел этого то что все в порядке так тем временем у нас осталось только две аптечки в общем самый адекватный класс это солдаты он умеет пользоваться всеми видами оружия что мы были здесь а все остальные не особо то и полезны классы ну это пока что наверное может быть в будущем они самые полезные но на первый взгляд мне больше всего салат понравился у нас вроде еще как медик остался вот его проверим в следующей серии видео в следующем видео видео бомбы наверное их установили гетты быстро мы должны найти их все и обезвредить видео а одно способность является кидать большие предметы тяжелые почему я до сих пор кидать не могу не знаю до сих пор кидать не могу не знаю что надо же я промах так роната у нас тоже не запихнули а того что я могу сказать нам осталось сделать бомба обезвредить так я опять промазал ну ладно так берем все к счастью мы нашли паницелин у нас их снова три штуки очень важная вещь так нет как отменить давайте в него совершим бросок так активируем щит и идем в бой да а знаешь что я не буду тебя спасать а ты сам взял и воскрес то есть я зря получается ммм я похоже зря перепроходил когда мы его убивали они походу воскрес воскреснут сами потом нормандия маяк в безопасности это восхитительно действующая протеанская технология невероятно он так себя не вел когда его только раскопали наверное что то его активировало вас поняли нормандия ждем ммм 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 спасибо за просмотр с вами был Роман Раскольников до встречи в следующих видео всем пока не забудьте подписаться на канал Продолжение следует...